Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерос, и сегодня я бы хотел рассказать, почему Алишер Текилович Моргенштерн с жуликой пидорасом. Ну что ж, погнали. Итак, начнем с того, что Моргенштерн не уважает свою аудиторию. Это можно было понять очень давно. Ну и вот в связи с последними событиями вы просто охуетьте. Ну вот посмотрите, вот что это такое. Я сейчас сообщаю, что мы переходим с вами на новый уровень коммуникаций. Приятно? А вот мне нихуя не приятно. Я вообще не понимаю, почему Моргенштерн стал себя так вести. Ведь он всегда был таким скромным, истинным. А потом хуяк. И все дорогое, все, блядь, самое лучшее, которое вот он раньше такой презирал. Да зачем мне? У меня в одной корте хожу, а сейчас, блядь, Мэрины Кадиллаки, блядь. А подписчиков вообще сым в туалет, на камеру харкаемся. Вот зачем это? Вот зачем? Я вот не понимаю. Да, вот раньше я думал, что он крутой, слушал его. Но потом я вот начал понимать, блядь, вот тут один байт. Вот я заметил в треке Гуэра, не знаю почему. Я думал, ну как-то подумал, ну может бывает, наверное. Потом заметил еще раз. И так пошло, и вот как раз Стас об этом отметил. Вот. Также, насчет выборов, вот я точно не знал. Я думал, реально по приколу делать, но все же вот. Это такая хитрость, это как все спланировано. Ну, я даже не смог бы такое придумать, блядь. А Моргенштердич и заработал на этом бабла. И самое обидное, что он общался с Навальным. Был как бы оппозиционером. Блядь, оппозиция, короче, блядь. Вот. А его мать из бюджета ворует деньги и выезжает в Каталонию. Зайдись, господа, зайдись. Вот. И как после этого его уважать? Как его уважать? То, что я на концерте был, да, я просто офигел, что я его увидел. Я не понимал, ну, знаете, когда человека смотрите, а потом видите вживую, это же певец. Круто. Вот. И я акцентировал внимание тогда, не на его поведение, что я его вживую вижу. Да, там многие люди его даже послали. Нахуй, он их послал. Ну, это как-то выглядело, потом я уже понял. Вот. Ну, на че я пошел? Архангельса сидел. Хуй, яхуй, блядь. Я не знаю, там, че. Но это, это пиздец, блядь. Не знаю, как назвать. Больше никак и не назвать. Эльшер Тагирович, блядь, проводит свою аудиторию многое. Раньше он, конечно, он раньше рекламировал, там, Кизина это понял, но потом он уже понял. Да ну, нахуй мне же потом, блядь, будут за это предъявлять. И так же, что можно отметить. Я помню, был конкурс на закладку. Почему-то я не смог найти ни у кого на эту тему. Но вот, я смог сам придумать, ну, и раздобыть информацию. Смотрите. Выиграл пацанчик. Вообще, условия конкурса были таковы. Найдешь какую-то там закладку, да, вовсе. Фит с Моргенштерном. Или там 50 тысяч рублей. Ну, вы поняли, короче. Так вот, выигрывает школьник по имени Альберт, у которого какая-то там, блядь, троюродная, двоюродная сестра шпили-вили с его другом Фотин. Так же, чувак, который почти нашел закладку, кпек, ой, прости, крэк, так вот. Смотрите сами. Лошара! Лошара! Вот это ты! Чмок, арест! Порядки? Только мы додумались гриндить на двери. Ну что, совпадение? Не думаю. Так вот, после всего этого, я, блядь, не понимаю, нахуй его слушать. Он тупо унижает свою аудиторию. Где тот Моргенштерн, который раньше, к примеру, дал пацаненку, который не пришел на его концерт, сфоткаться с ним и автограф за бесплатно. А что было в этом году? Автограф только супер-вип. Ну, там, может, вип, я не помню уж, короче. И... Сфоткаться? Ни-ху-я! Теперь вы поняли, блядь, что это за человек. Можно говорить, что его наркотики, да, сгубили, блядь. А мне кажется, он просто зазвиздился. Это слишком плохая черта. И еще Моргенштерн общается с чуваками, которые, ну, я бы, в других, на бабло. Но это уже все, это уже в край. Я не знаю, походу он сам таких выбирает. Ну, вот сами, к примеру, посмотрите, Афония общался, блядь. Там, ну, с такими чуваками, которые потом задисели жестко. Другие. И еще хотел похайпиться на Игоре Хованском. Ну, это вообще пиздец. Я не понимаю. Бедного Юрца доебался до него. Потом Юрец вышел, блядь, за маем. Ну, помните их встречу. Мой друг говорил, короче, что... Типа... Да они там помирились. Где, блядь, они помирились? Они просто увидели. И Моргенштерн зассал. Потому что, как они могли помириться, и с Лихованский потом выпустил ролик, ммм, Алишер, я опускаю тебя, или Моргенштерн... Ну, короче, смысла нет. Но мы поняли, что это было все ради хайпа. Это мой друг. Сапин в пакет сальфу. Пакет сальфу. Я редко сказал, Дэль казался, а не только мою книгу. Я могу быть поделал. Думаю, спиду, не поделайся, запи. Подобишься на камеру. Включай. Потому что он реально читал, и когда был, ну, типа, как долбоеб мелкий, он взберил, типа, о, Воги стоят слабо, о, разъебет. А че там разъебывать? Че там разъебывать? У него панчи нету. То, что он быстро читает, это не поможет. Это не поможет. До Гукила ему, ну, не знаю, очень далеко, очень далеко. Гукила, респект. Вот. Я еще заметил факт, что Маргин Степ любит фидовать с тетьми, со школьниками. Не знаю. Ну, конечно, шутки были, что типа фидофил на эту тему. Не знаю. Так-то помог некоторым. Ну, вот, к примеру, Эн Мастерову. Тимур Кибиц, да, вот за это точно не респект, что он, вот. Ну, Мастеров, он сейчас сам по себе получается. Он может и сам делать контент. Но он его и делал, просто он офигел, когда сел в машину, а в ней, блядь, Даня Кашина, Маргинштейн. И, кстати, странно, вот, не заметили, блядь. Может, блогеры просто такие бывают. Маргинштейн общается с Даней Кашином, А Даней Кашин общается с Русланом, Крызи Мегахэлом. А Крызи Мегахэл общается с Ховански. Пау-пау-пау. Кстати, вы заметили, что еще Маргинштейн, ну, не знаю, может, это не унижение Ларина, он всегда как-то типа слава. Самый славый, и этот, блядь. Я потом с ним фитонул. Ну, я думаю, просто он тогда-то говорил, что, ну, реально, Ларин под биты, это что-то, не знаю, что-то другое, это что-то необычное. Но он, не его клип и трек, а про 30 лет очень понравился. Ему тоже респект Диме. Ну, он еще вооруженец, получается, тоже. Он из Архангельска, ну, там, ну, где Холмогоры, там. Вот. Я вот очень хотел бы его увидеть, на самом деле. То, что я помню его четкий клип Николая Соболева. А, ладно, 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 все, что мы тут, Димасики, у нас же Алишер Тагирович Хуинштерн. Мне теперь вообще пофиг. Ему пофиг, он ссыт на фанатов, ну, в телефон, харкается. Это он... Он хочет показать свое признание, то есть, как он относится к ним. Я не понимаю, я потратил деньги на какого-то обкурыша, который унишает других. Взамен, что я получил? Взамен послушал Amazon. Ну, хотя бы, благодаря этому концерту, я увидел Славу Мэру. Ну, получается, его замовом, блядь. Бля, я вообще не знаю, что-то Моргенштерна, мне упало все желание его слушать. Все, блядь. Он так начал оправдываться про видос Стаса. Да, возможно, Стас когда-то говорил неправду, но тут все по факту. Тут согласится каждый. К примеру, Юрий Хованский, да, вот такие, да, что-то с своим девцом. Леха Шипцов, если вы его знаете, антипедиа, да я думаю, его много кто знает. Ну, блядь. Как? Вот я согласен. Я сам вот, когда, почему я был дебилом, блядь, слушал его, уважал, и такой, да ну эти, блядь, ректора, пидорасы, убрали, Моргенштерна, блядь. И чё? Пиздец. Я же не понял, когда я был, ну, я не помню, в каком классе был, восьмом, седьмом, когда он уже его вы, очислил. Ну, вот если в 2017, то в седьмом, наверное, заканчивал, и этот видос, и бавно вышел. Так вот, он предложил трахаться в педвузе студентке, но это же, блядь. это, хорошо, что, я понимаю, что его не могли оставить после такого, но, смотрите, ну, будущий учитель предлагает студентке, которая, вроде бы, даже его младше, но, но всё равно это как-то, ну, не очень. это знает тебя. Прикол, я бы спросил, блядь, в каком-то там физрука, блядь, Сан Саныч, блядь, а вот как вы там учились в педвузе, вот, расскажите, там, вот, ну, я беру челюсть, да, я предлагал, вот это уже как-то звучит не очень, да. я не знаю, за что уважать мне Алис Шерр, то, что он помог детям подняться, ну, да, красава, красава, особенно, вот, Энн Мастерову, а всё, что дальше, нет, из-за рэп, я даже не буду по нему проходиться, понятно, что он у людей его украл, я, потому что, я смотрел, не то, что вот Стас это мне сказал, вот вообще не надо думать, что, ой, я посмотрел блогера и сразу терял волос, да, я это давно заметил, я уже тсал сам противен факт, блядь, вот вам приятно, когда человек, я не могу это забыть, потому что, вам приятно, открываешься, когда, о, Маркин Стэн, я такой, привет, друзья, блядь, сегодня он, блядь, на сумме с бальней, блядь, а что, приятно, что-то, конечно, я не дословно говорю, но все равно, человек носил в камеру, он не изел, назвал ублюдками, блядь, но это, как-то не очень, ладно, теперь мы поняли, что Алишер Тагирович, жулик, и мразь, и его слушают дети, хуй знает, почему, ну, нет, я сейчас бы сказал, почему, он там, что типа, ой, качан, и он там, блядь, поймите, дети, или кто там, блядь, его слушает, он на вас, просто, слава, он свою аудиторию, считает, тупорывый, тупой, он на нее, харкается, сыт, зарабатывает деньги, несет, такую ересь, не понимает, я тоже, вот, когда я, прислушался, типа, делайте, что вам в кайф, но потом я вспомнил, что, блядь, мы же не можем делать, все, что мы захотим, это же как, блядь, ну вот, как это, блядь, все равно же есть, миродозволенность, короче, вы сами, решайте свою судьбу, диаградируете, блядь, слушайте, как он съел деда, блядь, подбитый, нахуй, или что там еще у него, а я лучше послушаю, нормальную музыку, а, что вам предложить, слушайте, Crazy Mega Halo, там бы интересен, G.S.P.D., Russian Village Boy, то есть, ну, 4-0 можно подслушать, тоже, вот, кстати, нет, насчет фары, неплохой альбом, этот альбом, ему нужно было выпустить, где-то в 2015, что ли, потому что, это, короче, old school, в new school, ну, неожиданно, да, необычно, так что, ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ну, если вам, нахуй, не нравится мой канал, подписывайтесь, ставьте дизлайк, но я думаю, что я все равно смог убедить людей, не смотреть этого долбоеба, да, и я сам не идеально, но я очень обожаю аудиторию, да, даже, блядь, хейтеров, потому что они все, акцентируют на мне внимание, вы понимаете, акцентирую, так что, господа, всего вам хорошего, не болейте, все, всем пока.